Здравствуйте! Меня зовут Технослав Бергамот и с вами видео на гагаджет.ком Сегодня в нашем обзоре вы сможете познакомиться со смартфоном LG Optimus L7 II Вот такое длинное, несколько запутанное название, которое все равно многое может сказать опытному человеку Поскольку это второе поколение смартфона L-серии с цифрой 7, то есть это не самая старшая модель Зато одна из самых интересных Чем она отличается от L7 первого поколения? Это тем, что здесь используется двухъядерный процессор, правда на ядре Cortex-A5 Здесь используется 8-мегапиксельная камера вместо 5-мегапиксельной Еще есть некоторые изменения в интерфейсе, например используется Android версии 4.1 Это у которого есть сервис Google Now Если вы не в курсе, почитайте наш обзор Nexus 4, там все подробненько рассказано И еще есть интересная особенность Вот такая специальная аппаратная клавиша, назначаемая По умолчанию там под нее забронирован сервис фирменный QuickMem Это возможность рисования различных картинок пальцем Можно снимать мгновенный скриншот с экрана и прям по нему что-то рисовать Но можно выбрать что-то другое Я, например, поставил запуск камеры Вот нажимаю на кнопку и запускается интерфейс камеры Мне лично так удобно Но одной из самых интересных особенностей является поддержка двух сим-карт И в связи с этим аккумулятор емкостью 2460 мАч Такая вот практически рекордная емкость для аппарата этого класса Телефон в рознице стоит в районе 2600-2800 гривен И еще он интересен тем, что у него вот такое любопытное размещение сим-карт Одна над другой Вот так, одна сим-карта Это сим-карта номер 2, это сим-карта номер 1 И без выемки аккумулятора можно легко и просто извлекать карточку памяти Если говорить о фирменном интерфейсе То здесь используется такой же экран разблокировки прикольный Который мне нравится уже второго поколения Есть экран уведомлений, в котором вот такое длинное меню Такое же, как в Optimus G Есть кнопка QuickMem При этом нет, как в Optimus G, еще фирменной функции Q-Slide Позволяющей использовать вот такой режим двух окон Когда второе окно полупрозрачное может перемещаться везде по экрану Смотрите, сенсорные клавиши, аппаратные клавиши Переключение между сим-картами Она, честно говоря, не очень удобно расположена Я довольно регулярно задевал ее случайно Хотя не хотел этого Вот видите, переключение Hotel, MTS Снова Hotel и снова MTS Есть хорошее меню, красиво организованное с управлением сим-картом То есть вот первая сим-карта Вот вторая, можно отдельно использовать какие-то цветные схемы Можно отдельно использовать пиктограммы Выбор, конечно, невелик 4 пиктограммы, но тем не менее Можно включать передачу данных Активировать роуминг Вот у меня, например, одна карта по классике использует голосовую связь Вторая используется, утеловская, для передачи данных Еще очень красивое меню Мне очень нравятся вот эти кнопочки красивые Но сделаны реально не так, как у всех И при этом красивая анимация Сделана довольно культурно и аккуратно Вот, собственно, наверное, все главные отличия этого аппарата Выглядит телефон симпатично Стоит недорого Высокая емкость аккумулятора обеспечивает Чуть большее время работы На этом все Спасибо вам за внимание Подписывайтесь на наш канал Оставайтесь всегда в курсе последних новостей Продолжение следует... Продолжение следует...